С высоты птичьего полета вы можете увидеть, вот здесь у вас панорамный вид на горы. Летом, когда на улице жарко, здесь нужно утеплиться. Обязательно берите с собой куртки и вот я еще шапку накинул. На лестнице держитесь руками за поручни. Здесь влажность почти стопроцентная, скорость, чтобы не падать. В некоторых местах низкий потолок. Оно ручок привезено с разных мест, вот вплоть до Японии. Ого, огроменный. Янце, у тебя зонтик такой. Сейчас закат, мы как раз самое классное время здесь, вот вы сами видите. В этом выпуске я продолжаю исследовать достопримечательности Республики Адыгея, а главные ее достопримечательности находятся в горах. Это продолжение. Совсем недавно у меня вышел ролик про водопады и ущелья, можете посмотреть на канале или по ссылочке. А сейчас мы отправляемся в пещеру. Это главная наша цель на сегодня. По дороге нас ждет лучший, на мой скромный взгляд, ресторан в горах и ждет плата, то есть панорама на всю эту нерукотворную красоту. Мы съехали с основной дороги. Кстати, дорогу сделали хорошую. Я не знаю, как будет дальше на Азийскую пещеру. Вот мы повернули после Даховской. Вот так вот я заехал здесь через лесок. Немножко вырублено. Мне сказали, что тут местные, как их называют, как называют тех, кто следит за вырубкой лесов. Короче, местные тут органы. Органы власти или кто они там, как они называются. Вот вообще они сказали, что здесь ничего не рубить, но все равно, видите, вырубили. Вот, ну и сделали классное место, между прочим. Шопинг уже пошел. Клечки у девочки. Покрытие серебро. Регулируется на дороге. Азийская пещера. Одна из самых известных и посещаемых пещер в этом регионе Кавказа. Высота, куда нам предстоит забраться, чтобы потом спуститься, около полутора тысяч метров над уровнем моря. Забраться в смысле на гору и спуститься в смысле в пещеру. Чем знаменита пещера? Сталактиты, сталагмиты, легенды и самое главное, доступность. Тут есть зоны, оборудованные для всех посетителей, а есть кое-что для VIP-гостей, где за денежку вас в сверхурочное время проведут в труднодоступные места. Могу догадаться, что вам интересны некоторые факты о пещере. Длина. 640 метров. 220 метров доступны туристу. Возраст. Несколько миллионов лет. Температура. Еще одна интересная штука. Здесь, в пещере. В пещере круглый год одна и та же температура, но холодно. Летом, когда на улице жарко, здесь нужно утеплиться. Обязательно берите с собой куртки. Ну или если вдруг вы забыли, то за денежку можете взять здесь местную, которую до вас уже сегодня одевало человек 100. Здесь около 7 градусов. А зимой температура не меняется. И когда на улице минусовая температура, вы можете зайти и погреться сюда, в пещерку. Я постарался на видео максимально погрузить вас в атмосферу места, дорожки, освещение, ограждения, сувенирные лавки перед входом. Все для туриста. Как добираться? Из Майкопа нужно двигаться по дороге в направлении Плата Лаганаки. Расстояние составляет примерно 70-80 километров и дорога займет около полутора-двух часов. Когда лучше посещать пещер? Да вообще в любое время года. Пещера оборудована и не требует спецподготовки. Я видел посетителей и с грудными детьми. Поэтому реально пещера доступна всем. Переходы внутри пещерных залов достаточно простые, как спуститься по лестнице с третьего этажа. Но есть и но. Легкость и доступность говорит нам о том, что если вы опытный спелеолог или претендуете на это звание, то для вас пещера покажется маловастенькой. Из-за популярности пещеры, особенно в летние сезоны на праздники, здесь может быть много людно. Поэтому хоть вы и будете в пещере, никакого ощущения уединенности вам не видать. Когда вы будете в пещере, с вами всегда будет гид, и там вы услышите множество интересных легенд и историй. И обращайте внимание, ведь на многих поверхностях такая чернота. Черные цвета для пещеры не характерны. Копотик. Осталось после первых туристов. Ведь как только статья вышла и о пещере стало известно, то сюда начали спускаться. Около 70 лет спуски не контролировали. Так что люди спускались с факелами, жгли козлы. Две горные породы Северной и Бурый известняк. Исходя с тематизма, это союз влюбленный сердец. И край такого союза приводит нас к главному объекту заяц. Скажите, колонна вам какое дерево напоминает? Пальма. Верно. Называется пальма желания. Ведь если прямо сейчас в нее издалека направить руку, закрыть глаза и загадать желание, то оно исполнится. Ну, и дальше. Главное в процессе загадывания притяживаться следующего правила. Чем дальше рука парила, тем быстрее исполнится желание. Легенды. Давайте расскажу вам одну из них, чтобы вы были подкованными на момент приезда. Местные вам такие типа, хопа, прадыгейский сыр, а вы им хопа, легенду. Много веков назад в этих местах жили племена адыгов, которые славились своей доблестью. В те времена на их земли часто нападали враги. И адыги были вынуждены искать убежища в горных пещерах. Одной из таких пещер была Азижская. Однажды во время одного из таких нападений, вождь адыгов приказал своим людям укрыться в пещере. Внутри пещеры находилось большое святилище, где адыги поклонялись своим богам и предкам. Вождь, понимая, что силы врага значительно превосходят их, решил совершить ритуал, чтобы попросить помощи у богов. Он и его люди принесли жертвы. И вскоре случилось чудо. Своды пещеры начали светиться мистическим светом. И из глубин земли поднялся дух древнего воина. Этот воин был легендарным защитником адыгов, погибшим в одной из великих битв много лет назад. Его дух вернулся, чтобы защитить своих потомков. Воин велел адыгам не бояться и сразиться с врагом. Он сказал, что их отвага и вера в своих богов помогут одолеть противника. Вдохновленный этим видением, адыги покинули пещеру и вступили в бой с врагами. Враги были ошемлены смелостью и неустрашимостью адыгов, а дух древнего воина вел их в битве. В результате враги были разгромлены и отступили. После этого случая пещера стала священным местом для адыгов. Они верили, что дух воина продолжает охранять их народ. И приносили сюда дары, чтобы почтить память своего защитника. Но вы должны понимать, что Азишская пещера считается не только природным чудом, но и местом силы. Где по преданию до сих пор можно почувствовать присутствие древнего воина, охраняющего покой адыгского народа. Ого, огромный. Ян, что у тебя зонтик такой? Нет, я вот это слабо. А, у меня зонтик сломай. Субтитры создавал DimaTorzok От Азишской пещеры не поленитесь. Пройдите буквально 10 минут, стоят указатели к панораме. После пещеры, то что вы посмотрели под землей, да? Вы можете посмотреть, какой мир над землей. С высоты птичьего полета вы можете увидеть, вот здесь у вас панорамный вид на горы. Всего 10 минут пешком дальше от Азишской пещеры. И здесь народу нет вообще. Тишина. И вот это просто красота нереальная. И, кстати, стоят указатели, где что, какая гора. Смотрите, вот видите, здесь вот все. Вот это хребты и так далее. Че тут как? Вот тыбга, чугуш. Очишбок. Вот, если вам что-нибудь это говорит. Рестораны. Для меня это место было открытием. Это реально ресторан. Не шашлычное, не чебуречное, а стильное место. С оригинальным дизайном, включающим этнические мотивы, традиционную культуру и современную эстетику. Где можно качественно посидеть. Ресторан. Племя. Готовят здесь без электричества. В смысле, электричество у ребят, конечно, есть. Но готовят только на открытом огне. Здесь открытый не только огонь, но и кухня. Если не о чем поговорить, можно понаблюдать, как варят, скажем, борщ. Режут капусту для этого борща, свеклу, ну и что там еще. Сам шеф, тоже непростой парень. Он совладелец нескольких ресторанов. В Краснодаре призер разных конкурсов. Где находится место? На территории парк отеля Пихтовый Бор. Тоже вокруг одна красота, и здесь можно переночевать. Офигенная кухня. Мясо, борщи, супы. Мы там ели салаты. Очень стильно. Очень все так по-модному. А, и как мне сказали, владелец этого всего здесь. Много чего привезено с разных мест, вот вплоть до Японии. Тут японский сад. Смотрите, какие домики. Вот. Я хотел даже здесь остаться. Вот здесь номера четырехместные. Для два взрослых, два ребенка. В районе десяти тысяч. Но мест нет. А мне тут, смотрите, сюрприз тут сделали. Сюрприз. Сюрприз. Костян. Так, все, сидим. Все, кайфурики закончились после Азижской пещеры. Началась вот гравичка. Котовь. Мы на плата двигаемся на самый верх. Ну и наконец, плата Лаганаки. Это вишенка на торте. Плата одно из самых живописных и популярных мест для туризма в Адыгее и на Кавказе, естественно. Высота уже две тысячи метров над уровнем моря. Плата находится на границе Адыгеи и Краснодарского края. Здесь же Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Можно встретить бурого медведя, кавказского благородного оленя, птиц, ну и многих других. Не забывайте, что вы едете в горы. Климат здесь меняется постоянно и наверху может быть значительно прохладнее, чем внизу. Я вам рекомендую выделить на плата побольше времени. Все, мы на плата. Ну как сказать на плату? Плата вот. Все, перед нами. Мы остановились вдоль дороги и чуть-чуть спустились. Здесь можно чуть-чуть пройтись. И перед вами открывается обалденный вид. От пещеры мы добрались до сюда минут, наверное, за 15. Сейчас закат. Мы как раз в самое классное время здесь. Вот вы сами видите. Короче, мы смотрели возле Азийской пещеры на панораму на ту сторону. А сейчас мы смотрим вот сюда на плату, на другую сторону, где заходит солнце. Здесь, кстати, отсюда потом идут маршруты. Можно туда уходить. Там вот речка. Настя, вот туда, вон, видишь, вон там речка. Речка вот там вот. Горная. Короче, туда можно спуститься. Температура воды 4-5 градусов. Можно искупаться в горной воде. Но это вниз. Вниз туда нужно. Короче, вот тут маршрут и пошел туда. Плата это отправная точка для нескольких популярных туристических маршрутов в горы. Включая маршруты, ведущие к Черному морю, маршруты разной сложности, продолжительности и, конечно, с сумасшедшими видами на горные ландшафты, леса и альпийские луга. Один из самых популярных маршрутов маршрут на Фишт и Аштен. По продолжительности бывают разные, обычно на несколько дней. Из классики маршрут к Черному морю. Протяженность около 70 километров. Тут вообще можно увидеть все. Горные озера, ледники, долины, перевалы, ущелья, леса. Кстати, о горных озерах. Посмотрите мои выпуски про Архиз и Дамбай. Там я сделал несколько дневных маршрутов к водопадам, озерам. Потрясающие виды. Очень рекомендую. Все полезные линки, как всегда, в описании. Включая сайты, через которые я бронирую жилье, туры, гидов и билеты. У меня скоро выйдут ролики про Прельбруссия и целая серия из Грузии. Если вы любите путешествовать, так же как и я, вы можете подписаться. Так вы сразу будете видеть опубликованную серию и точно ничего не упустите. У меня также есть второй канал. Канал о зарубежном образовании. Там я летаю в разные учебные заведения по всему миру. Делаю на них обзоры. А наша компания Smaps Education уже 15 лет помогает школьникам и студентам выбирать учебные заведения за рубежом. А если вам необходимо осуществить денежные переводы за границу или из-за границы в Россию, наш сервис Smaps Pay к вашим услугам. Но у меня пока все. Если вам понравился данный ролик, лучшей благодарочкой будет лайк и комментарий. Это помогает в развитии моему каналу. Субтитры подогнал «Симон»